МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес в сфере ЖКХ оказывается очень выгодное дело. Видимо, поэтому среди управляющих компаний такая конкуренция. Чтобы получить как можно больше домов, эти организации пускают в ход любые средства, ведут информационные войны. Ссорят соседи. Эх, на что только люди не пойдут ради выгоды. Здравствуйте, с вами программа по счетам. Сегодня мы разберемся, почему новостройки так быстро становятся похожими на бараки, а жильцы старых домов чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Дворники просто не справлялись. Допустим, дворник чистил территорию только вот до второй машины. С людьми, которые тебе доверяют, нужно подобреивать. Даже я кидался. У меня есть, понятно было, заявление в полицию. Будете нам мешать, то вам будет очень плохо, очень сложно жить с нами. 1 миллион 723 тысячи рублей, да, расходы на управление за что-то не период, 1 миллион 723 тысячи рублей, копейка в копейку. Поступило 30 обращений, 30 жалоб, да. В этом году 14 обращений от граждан. Небольшая площадка в рудничном районе Кемерово этим летом превратилась в поле битвы. Историю, как тут не поставили песочницу, передают по сарафанному радио и в СМИ. А началось все с того, что однажды жильцам дома номер 62А по проспекту Шахтеров надоело ругаться с местной управляющей компанией Серебряный Бор. Председатель дома Георгий Меркулов рассказывает, два года подряд он и другие собственники квартир пытались наладить отношения с управляющей организацией. Новые лампочки в подъезде, пандус, по которому можно возить коляски, уборка мусора, все приходилось получать с боем. Особенно тяжело было зимой, снега буквально по колено. Машины не могут выехать из двора, из-за сугробов. Дворники просто не справлялись. Допустим, дворник чистил территорию только вот до второй машины тротуар. А как людям ходить дальше? По дороге, что ли? То есть тротуары должны чиститься ежедневно вообще, если идет снег. Даже вот это вот не производилось. То есть там просто были сугробы. Есть фотографии. Вот. Я уже не говорю про уборку самой территории двора. Что, да, техника приезжала, но она приезжала только после того, как неоднократно я лично, с других домов, председатели, со всех соседних домов, пока не пожалуемся во все инстанции возможные, депутатам, в ГЖИ, в город, везде, пока не напишем претензии, пока это все в комплексе не ударит по управляющей компании, они ничего не делали. В мае этого года управляющая компания Серебряный Бор не смогла получить лицензию. Напомню, в 2015 году каждая управляющая организация обязана была получить разрешительный документ на осуществление деятельности в жилой инспекции. Серебряный Бор такой экзамен с первого раза провалил. Жильцы дома 62А моментом воспользовались и стали выбирать новую управляющую компанию, с которой подъезды, наконец, станут чище, а дворы зимой не будут утопать в снегу. Обратили внимание на новую организацию УК «Регион-42». Георгий говорит, видел, как работали старые управляющие компании, которыми руководил директор региона 42, и там был порядок. А после личной встречи с ним и вовсе пропали всякие сомнения. Это Козьмин Владимир Васильевич. Я спросил, какие у него дома, как они обслуживают, рассказал о своих проблемах. И по разговору я понял, что этот человек умеет управлять, и, как сказать, хозяйственник он, да, то есть он, все, что он говорил, мне понравилось. Я у него спросил про снег, он сказал, что у них есть собственная техника, и поэтому они достаточно быстро и оперативно убирают снег. Сказано – сделано. Собрали жильцов, проголосовали и стали другим домам советовать нового управленца. Тем более, что тот сходу взялся за дело. И чистоту наводит, и подарки преподносит, пообещал Козьмин установить во дворе песочницу, привез. Вот только не все презенту обрадовались. Оказывается, региону 42 доверяет далеко не каждый из жильцов этого микрорайона. Некоторые из них возмутились, мол, площадка общая, принадлежит не только дому 62А, но еще четырем домам, а решение приняли без них. Когда я подошла и спросила, я говорю, извините, пожалуйста, вы представители какой компании, кого вы обслуживаете? Мне на вопрос не ответили. Просто направили в нужное место, и все, так скажем. На что я ответила? Хорошо. Я набрала 0,2, и не дожидаясь, к сожалению, если они делают благо. Почему они уехали? В полицию они не дождались, к сожалению. Каких-то пояснений только говорили, мы делаем благо. Я говорю, а если ребенок упадет из песочницы? Он же здесь поцарапает. С тех пор началась настоящая война. В интернете жительницу дома 64 Ирину Голубеву заклеймили чуть ли не врагом всех детей. А про тех, кто в соцсетях выступают против региона 42, говорят, мол, им серебряный бор заплатил. Жильцы домов, которые перешли в управляющую компанию Владимира Козьмина, впечатлены. Впервые за два года коммунальщики их слышат и помогают. Ну как тут могут быть сомнения? Жильцы домов, которые перешли в регион 42, свято верят в то, что такой крепкий хозяйственник, как Владимир Козьмин, уж точно решит все их проблемы. Вот только те, кто уже успел пожить при управлении других его организаций, к таким убеждениям относятся скептически. Пойдемте пройдем, посмотрим состояние подъездов нашего дома. Председатель дома номер 41 по улице Веры Волошиной Валентин Щекотов гостеприимно показывает свое жилище. Семь лет дом обслуживала компания «Жилсервис», директором в которой был Владимир Козьмин. На первом этаже подъезд выглядит вполне симпатично. Стены покрашены, чистота. Видно, что здание новое. Построили его всего восемь лет назад. Но если подняться выше первого этажа, дальше уже картина меняется. По словам Валентина, подъезды выше первого этажа не красили ни разу с момента сдачи дома в эксплуатацию. Отколовшуюся плитку на полу так же, сколько не просили, работники управляющей компании «Жилсервис» не приклеили. На паутину трещин на стенах также коммунальщики внимания не обращали ни разу за семь лет. Но это еще вершина айсберга. В своей квартире Валентин рассказывает, однажды из-за управляющей компании чуть не покалечилась его маленькая дочь. В комнате девочки упала гордина. Как выяснилось, по стене балкона истекала вода, которая ее и размочила. Я обратился со своими бедами к управляющей компании. Естественно, меня никто не отказал. Сказали, что поможем, да, решим вашу проблему. Но эту проблему мы решали ровно полтора года. То есть для того, чтобы проложить вот в эту вот трубу специальный утепляющий кабель, который бы не позволял застывать и перекрывать слив воды, вот для того, чтобы просунуть в эту трубу кабель, нам понадобилось полтора года звонков бесконечного. По официальным данным, в год жильцы дома отдавали управляющей компании «Жилсервис» в среднем больше миллиона 700 тысяч рублей. Почему на эти деньги нельзя было поддерживать новый дом в надлежащем состоянии, жильцы недоумевают. Ведь в отличие от старых зданий, здесь не требуются капитальные вложения. Четких разъяснений по расходам «Жилсервис» не предоставлял. В итоге собственники приняли решение сменить управляющую компанию. По сути, финансовый отчет, который заложен у нас вот в таком виде, ну, вот как я и говорил, то есть, смотрите, доход от управления за отчетный период 1 миллион 723 тысячи рублей, да, расходы на управление за отчетный период 1 миллион 723 тысячи рублей, копейка в копейку. На что, куда? Без отчетов предоставляемся на основании актов выполненных работ, именно, то есть, невозможно понять, на что они были потрачены. Естественно, акты, которые предусмотрены по итогам выполнения тех же самых осмотров, по минимальному перечню, да, их тоже вряд ли кто-то составляет, никто нам это, конечно, не представлял, никогда не показывал. Дом Сергея Мухарева также обслуживает «Жилсервис». И ситуация тут, как под копирку. Исписанные стены в подъездах, грязь, расколоченная плитка на полу. И дом еще новый, построен 8 лет назад. Там вот Вася, там Таня, то есть, на каждой площадке мы можем видеть определенное художество, соответственно, исписанные стены. Ну, что взять краски, да, и закрасить, то есть, или отмыть. Ну, вот так выполнена работа. Сломанные светильники, которые не меняют годами, фасады покрашенные, как попало, трещины, мусор, даже на козырьках подъездов. Наблюдать, как некогда красивый новый дом постепенно превращается в руины, больше не было сил. Как говорит Сергей Мухарев, есть, конечно, управляющие компании и хуже «Жилсервиса», но есть ведь и лучше. Мы приняли решение именно выбрать иную управляющую компанию на следующий промежуток времени и посмотреть результаты. Если, естественно, данная управляющая компания, которую мы сейчас избрали, будет выполнять свои, соответственно, обязанности лучше, то, естественно, выбор будет за ней. Толчком к смене управляющей компании председатели домов Валентин Щекотов и Сергей Мухарев называют тот факт, что «Жилсервис» у жилищной инспекции не дала лицензии. К слову, Владимиру Козьмину принадлежало шесть управляющих организаций, и ни одна из них в мае этого года не получила разрешительных документов. Как пояснила начальник жилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко, потому что управляющие компании не раскрывали сведений, в том числе финансовых отчетов. Более того, на эти организации регулярно приходили жалобы. В прошлом году к нам в государственную жилищину поступило 30 обращений, 30 жалоб, то есть в этом году 14 обращений от граждан на некачественное предоставление коммунальных услуг, либо на нераскрытие информации со стороны данных организаций. Выдано у нас в прошлом году было шесть предписаний, в этом году четыре предписания, и в этом году одно предписание у нас не исполнено, в прошлом году два предписания было не исполнено со стороны данных управляющих компаний. Целая кипа бумаг – все это жалобы на работу управляющей компании, которую председатель дома номер 11 по проспекту Комсомольскому аккуратно копирует и хранит уже несколько лет. Тут и обращение в жилищную инспекцию, и в администрацию, и в прокуратуру. Андрей Прокофьев собирает эту коллекцию уже семь лет, с тех пор, как дом стал обслуживать управляющая компания Владимира Козьмина. В подъездах картина до боли похожая на то, что показывали жильцы домов на другом конце города. Те же грязные стены, те же отклеившиеся плитки на полу. Двор вполне уютный, благодаря жителям. Они сами садят деревья и облагораживают территорию. За семь лет у нас только был покрашен первый этаж, кафельная плитка у нас отлетевшая на полу. В 2010 году мы писали жалобу в жилищную инспекцию. Она проводила аудиторскую проверку, на основании чего было выявлено, что наш комплекс, в который входят три дома из Умрудной долины, нам неправильно были начислены за вывоз мусора и содержание лифта 655 тысяч рублей. Совсем недавно Андрей Прокофьев узнал, оказывается, в доме проходило собрание по выбору новой управляющей компании, вернее, новой старой. Вместо жилсервиса жильцам предлагалось выбрать регион 42. Причем председателем этого собрания числился сам Андрей Прокофьев. После проведения собрания ко мне пришла комендант нашего комплекса Ирина Александровна и принесла, чтобы я подписал протокол выборов управляющей компанией «Регион 42». На что я отказался, сказал, что я бюллетени вообще не считал, не подсчитал, мне никто не показывал, как я могу их подписывать. Все вот так они вывесили у нас результаты своего голосования. Председателя собрания здесь подписи нет. Еще более странно, события развивались дальше. Совместно с жильцами соседнего дома жители Комсомольского 11 провели собрание уже под реальным председательством Андрея Прокофьева. Решили выбрать другую управляющую компанию, которая не принадлежит Козьмину. Директор этой организации сначала радостно согласился, а потом резко передумал. Набрали 80% голосов от собственников, кто проголосовал. Такая же ситуация почти в 13-м доме была. Отнесли бюллетени Гулому, Роману Сергеевичу, директору управляющей компании. Он нам так мягко намекнул, что к нему приезжал Козьмин, у него был с ним разговор, что типа я вас два дома не возьму. Владимир Козьмин может применять особые меры воздействия. Об этом рассказывает Михаил Мельман. С Козьмином ему приходилось сталкиваться. Поводом для раздора стал дом под названием «Флагман» на Ленинградском проспекте. Это сейчас здание выглядит современно и достойно. А не так давно его называли просто «недострой». Дом бросили строители. Управляла им компания Владимира Козьмина. Жильцы в квартиры въехали, но даже прописаться там не могли. Владимир Васильевич взял этот дом, думая, что сейчас как-нибудь сможет, сможет, может быть, на этом заработать. Но придя сюда, буквально через полгода, он понял, что кроме проблем здесь ничего нет. Здесь стекла крыша, здесь отсутствовали электрощитовые, запитано было через один ввод. Здесь не работали лифты. Когда он это понял, он хотел как-то от него избавиться. На обслуживание дом взяла компания Михаила Мельмана. Изменила здание до неузнаваемости. И тут объявился господин Козьмин. Владимир Васильевич попытался Козьмин этот дом себе вернуть. Началась информационная война. Он засылал сюда юристов, которые собирали здесь сборище о том, что как бы можно это назад отыграть, этот дом. В ход шли не только уговоры. Был такой момент, что даже кидался. У меня есть, понятно, было заявление в полицию. Если не произойдет, не дай бог, что-то, да, чтобы понимали, что человек настроен серьезно. Он действительно уже как бы сам физически хотел расправиться. Было всяко. По словам Михаила, свою роль в этом процессе сыграло мнение жильцов. Те не захотели возвращаться в старую компанию. А пока жители Рудничного района выясняют отношения, в этом доме соседи дружны как никогда. Большинство зданий, которые обслуживали и обслуживают управляющие компании Владимира Козьмина, новые. Этот, скорее, исключение. Дом 50-х годов постройки – образец советской архитектуры, очарование послевоенного оптимизма. Он мог бы стать настоящим украшением города. Сейчас это коммуналка, где живут удивительно дружелюбные люди. Стараются во всем друг другу помогать. Увидев съемочную группу, самостоятельно собирают инициативную группу. Рассказывают, в доме беда с сантехникой. С потолка валится штукатурка. А о ремонте здесь, кажется, даже мечтать не стоит. Обращаемся постоянно к директору. У нас там ходили, прямо с письмами, совсем на свете приносили ответы. У нас собрание проводила Марина. И нам это все, ответы мы все зачитывали, все это видели. А в Уссене не там. Человек, он непростой человек. Он такой, может быть, с таким характером. Надо на такой работе работать, я не спорю. Но с людьми, которые тебе доверяют, с которыми ты работаешь, и к которым ты вхожи в дом, потому что это наш дом, нужно как-то подобреивать к нему. Жильцы стараются самостоятельно решать свои проблемы. Покупают и устанавливают лампочки, собирают средства на побелку стен и сантехнику. Потому что дожидаться, когда поможет управляющая компания, по мнению жителей, бессмысленно. Там на все один ответ. В организации на это нет денег. Мы содержим, потому что у нас просто пока на данный момент другого выхода просто нет. Обслуживающая компания, ему хорошо. Почему это так вот? Ну, не знаю. Потому что деньги мы платим. От нас выручка идет. А дальше мы все делаем. А чем меньше, чем меньше. И чем меньше мы тратим на все, на это. В смысле, мы им платим, да? А мы за себя тут, за все это сами тут решаем. Аварийную службу, девушки, тоже не дождетесь. Я сама лично, даже ему сама на сотовый звонила, начальник. Он сказал, ну, приедет к вам. Приехал, кран перекрыл, он отвернутый. Так и стоит. Так вот он. Так и стоит первый рак, без горячей воды. Выкрутил и ушел, да? Выкрутил просто, заглушку поставил и ушел. И больше его здесь не было. Тем временем очарованные жители микрорайона Серебряный Бор по-прежнему по разные стороны баррикад. В ссору втянули даже тех, кто о той злосчастной песочнице знает лишь из телерепортажей. Приехали, вкопали. Я из окна видел, что они копают. Потом почему-то, если это безвозвездный подарок, почему-то собрали и увезли. А почему-то мне, я вот не участвовал никак по интернету, мне, значит, этого дома пришло некорректное, скажем так, письмо, неграмотное, со скрытой угрозой, что мы как бы себя неправильно вели. В чем я неправильно себя вел? Понятия не имею. Было, конечно, очень неприятно. Вроде один двор, хочется жить дружно, неважно, что разные дома. Так некорректно люди делают. То есть, вот эти угрозы. Ну что, ребята, давайте... Если вы не будете нам мешать, то вам будет очень плохо, очень сложно жить с нами. Самое забавное, что пока одни жильцы Серебряного Бура активно агитируют за переход к УК «Регион-42», потому что Козьмин хороший хозяйственник, а остальные столь же активно сопротивляются, так как не видели его в работе. Никто не обращает внимания на то, что им не нужно далеко ходить за примерами. Буквально. По соседству рукой подать до домов 50, 60А и 60Б по проспекту Шахтеров. Их обслуживала компания «Амальгангруп», которая также принадлежит Владимиру Козьмину. Отзывы о ее работе можно увидеть на сайте. Битва продолжается, но в сложившейся ситуации есть свои плюсы. Управляющие компании видят, жильцы понимают, что именно они являются хозяевами положения. И если их что-то не устроит, всегда могут сменить управляющую компанию. Все-таки клиент всегда прав. С вами была программа «По счетам». Думайте, за что вы платите. И до встречи на телеканале «Мой город». Продолжение следует...